На улице Горнаева ремонт дороги провели в прошлом году. Судя по всему, не совсем удачно, хотя потрачена была внушительная сумма – более 200 миллионов рублей. Не так давно на этом участке провалился грузовик, ну а сейчас дорога и вовсе пошла волнами. В жаркий день дефект виден невооруженным глазом, ну а сейчас пасмурный. Мы это видим, вот можем проверить буквально как по волнам. Приемку работ осуществлял Улан-Удэстрой заказчик. Ведомство считает, что покрытие качественное. Дорогу портят больше грузы, которые едут с Коринской трассы. И оттуда едут машины, груженные лесом в основном. Если нагрузка на ось больше, чем положено, то, естественно, тогда асфальтовое покрытие испытывает повышенные нагрузки. Сдвигоустойчивость рассчитана не более 10 тонн на ось должно быть. Тем более, когда... Это сколько, грубо говоря? Это вот автомобиль может загружаться не более, как вы и говорите? Там 40, допустим, 30 тонн. В свою очередь водители грузовиков, да и остальные автомобилисты считают иначе. Не перегружаем, все нормально. Эта дорога такая хорошая просто-напросто. Не рассчитана, да, на нагрузку? Да, да, не рассчитанная. Она провалилась. Надо же отсыпку делать, а потом уже вот асфальт вложить. Постоянно, что до ремонта, что после. Изменений нет. То есть, возможно, что не учли, да, этот какой-то критерий? Скорее всего. Там, мне кажется, проходит водокачки вот это вот все, и она постоянно вот обвалывает эти вот. Ну, грузовики ни при чем, по-вашему? Ну, я думаю, нет. Судя по всему, дело не в человеческом факторе, а все-таки в особенностях рельефа. Так или иначе, гарантийный срок у подрядчика еще не истек, и исправлять дефект ему все же придется. Участок, где произошла деформация, сначала фрезеруют, после зальют уже другим видом асфальта, менее пластичным. Планирую, что на этой неделе завод запустим. Когда заказ появится, я уже оттуда, у меня уже будет смесь готова, чтобы как-то свои потери минимизировать. И уложить новый слой. Ну, применить уже, я думаю, тип Б асфальта, так как СМА более пластичный. А тип Б, он более такой устойчивый, да? Да, у него устойчивость лучше. Подрядчику это обойдется почти в 400 тысяч рублей. Правда, будет ли оправдана работа над ошибками? Ведь для полного решения проблемы необходимо исследование почвы, которое никто проводить не собирается. Юлия Пермякова, Жаргал Цариндашиев. Новости дня. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова